В эфире Некрасовское телевидение. Здравствуйте! В студии Татьяна Гурьева. Мы рады встрече с вами. И сегодня, как обычно, расскажем о главных событиях жизни поселка и района. Смотрите в ближайшие полчаса. И помнит мир спасенный. В год 70-летия Победы мы продолжаем вспоминать ушедших из жизни ветеранов-земляков. Наша Победа. В Некрасовском побывал автопробег, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Работать на результат новое руководство сельхозпредприятия «Коммунар» меняет жизнь и мировоззрение коллектива. Надежность под вопросом, почему ограничено движение грузовиков по мосту через Солоницу. Все до лампочки, как утилизировать вредные отходы и бытовую технику. Семейное чтение. В Некрасовском прошла презентация книжной серии «Библиотека Ярославской семьи». Теперь обо всем подробнее. В год 70-летия Победы мы продолжаем вспоминать ушедших ветеранов, рассказы которых сохранил для нас снятый 10 лет назад фильм Александра Дьякова и Ольги Козловой «И помнит мир спасенный». Сегодня предлагаем вам видео воспоминания Некрасовского ветерана Анатолия Павловича Бархоткина. Долго пришлось воевать и Анатолию Павловичу Бархоткину, уроженцу деревни Шубино Некрасовского района. После окончания Ленинградского инженерно-технического училища его направили в 26-й артиллерийско-зенитный полк на прикрытие танковой гвардейской армии. Только тогда он по-настоящему узнал, что такое человеческая воля. Наша служба была очень интересная и очень жуткая. Ведь вот представьте себе, что такое авиация и представьте себе, что такое бомбежки. Если в то время немцы и бомбили по два самолета, делали налет по 80, по 90 самолетов юнкерцев сразу. И представьте, вот все наземные войска, кто в окопе, кто в танке, кто куда. А зенитчик должен смотреть глазами свою смерть. И много у меня, я три расчета заменил, пока воевали, погибали. И попадали даже, прямым подальним осколком, но все же зенитчик никуда не убегал. Зенитчик все время отражал атаки, вернее налеты. Но задача была вставила не то, чтобы сбить самолет. А задача была вставила, в первую очередь, разбить партию. Разбить первые звено, чтобы они разбились с курса, куда они держат. Они всегда бомбили по квадратам. Они уже зараньше прилили травма, заснимут квадраты, где войска находятся. И по этим галагаратам не бомбили. И нам была задача разбить эти партии, чтобы они не знали толком, куда лететь. Вот такие случаи были. Такой случай у меня был очень интересный на Южном Бугу. Мы прикрывали мост, деревянный мост, небольшой мост, но наши танки прошли. И мне выдал расчет поставить среди двух украинских хат. Тут хат стоит, тут хат стоит, а тут берег, тут мост. И, ну, тут на Литане выпускали плода-пода мистера Смита всего. И мы в один день одного мистера Смита сбили. Мы взяли летчика в плен. На другой день успокоились с утром, часов, наверное, в восемь. Послала, кухня у нас была наверху там. Послал я за завтраком, только принесли завтрак, позавтракали. И бах! Нам прям по ланям, по орудию прямо. Ни орудия, ни нас, ни хаты, ничего не осталось. Мы были в хате и остались наверху. И хату еще разбило. И, главное, поранило не осколками от бомбы, а поранило осколками глины. Там хаты все глиняные были. Вот такой интересный случай был. Жить было трудно, когда небо горело над головой, и земля содрогалась под ногами. Но они так жили, отстаивая каждую пять земли среди огня, дыма и крови. А так, каждый день история. Как только бомбежка, так и история. Что-нибудь да случится. И интересно очень было вести огонь по самолетам, наблюдая за ним. Как они маневируют во время снаряда трассирующих, они же видят все равно. Но тяжело. Очень надо было крепкие нервы. В следующих передачах мы продолжим тему юбилея победы, нашей победы. Именно так наша победа назывался областной автопробег, посвященный 70-летию разгрому фашистской Германии и первой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Он стартовал в Ярославле 18 марта. И уже в 11 утра на улицах Некрасовского можно было увидеть яркую колонну автомобилей, в том числе и ретро, украшенных флагами с символикой акции. На Советской площади участников автопробега встречала и наша съемочная группа. Москвич, Запорожец, Волга и даже старый Мерседес. В Некрасовский район прибыла самая большая группа участников областной акции «Наша победа», организованная Российским Союзом ветеранов Афганистана при поддержке Общественной палаты и правительства области. Все владельцы ретроавтомобилей участвовали в пробеге безвозмездно, по велению души. Акция посвящена юбилею победы и годовщине референдума, вернувшего полуостров Крым под юрисдикцию России. Депутат областной думы Эльхан Мардалиев участвовал в референдуме в статусе международного наблюдателя и был непосредственным свидетелем событий крымской весны. Вот, честно говоря, когда я туда ехал, это было 15 марта 2014 года, значит, около Симферополя, около Севастополя стояли еще блокпосты, но блокпосты не такие, которые сейчас там стоят, да, вот, на юго-востоке вооруженные, там, с автоматами и так далее. Это были блокпосты именно ополченцев, которые стояли или безоружные, или там с какими-то, ну, палками, там, не знаю, с чем-то. Вот это было 15-16 числа, вот, а когда я туда уезжал, это было 21 числа, то есть даже этих блокпостов уже не было, то есть, как бы, вопрос был решен на референдуме, удалось, как бы, избежать провокаций, хотя попытки были. Участники пробега, в котором вместе с представителями общественных организаций наш район посетили заместитель губернатора Сергей Березкин и советник Александр Сизов, возложили цветы к памятнику погибшим землякам. Кстати, одна из памятных стел в аллее Героев Советского Союза установлена в честь уроженца нашего района, моряка Черноморца Ивана Леднева, освобождавшего от фашистов Крым. Затем ярославские гости вместе с некрасовскими ветеранами и школьниками приняли участие в круглом столе, посвященном новейшей истории полуострова. Мои племянники, которые учились в украинских школах, как-то предложили мне почитать учебник истории Украины, после чего я был вынужден употреблять психотропные препараты. Это было достаточно сложно. Читать, что Севастопольско-Охтярскую бухту Ушакову показали запорожские казаки, построили Севастополь, что город Санкт-Петербург построен на костях украинского народа, что если бы не украинцы, то Южной России бы не существовало, что не влезли огромный вклад, решающий вклад в гибель Османской империи. Это только самые такие, как бы сказать, яркие вещи. Иногда создаются впечатления, что люди, ну, или психически неполноценные, либо умственно неполноценные пишут такие вещи. Но на самом деле это делалось с далеким прицелом. С тем, чтобы поколение, которое растет, оно забыло свои корни, оно забыло гордость. И потом, чтобы это поколение использовать для борьбы с Россией. Общественные инициативы, такие как акция «Наша победа» – хорошее подспорье для взаимодействия населения с представителями власти. Тему власти продолжит наш следующий сюжет. 19 марта районная дума приняла поправки в устав Некрасовского муниципального района. Они касаются в основном формирования органов местного самоуправления. Будем ли в дальнейшем избирать главу района? Вместе с депутатами узнала Татьяна Репина. Заведующий юридического отдела администрации района Юрий Будилко, докладывая о вводимых изменениях в устав района, подчеркнул, что это не наше изобретение. Коррективы продиктованы федеральным и региональным законодательством. Главным образом, они касаются порядка формирования органов местной власти. По-новому, это будет выглядеть так. Прямые выборы сохраняются только для самой низшей ступени депутатов муниципальных советов сельских поселений. Они делегируют своих представителей в Думу района, по пять от каждого поселения. Представительный орган СВУ состава избирает главу района, который одновременно является председателем Думы. Всю хозяйственно-исполнительскую работу будет вести назначаемый глава администрации. Такая предлагается схема вертикали власти. Не всеми она принимается однозначно, в том числе и среди наших депутатов. Так дискуссия возникла по поводу смещения двух главных руководителей в одном лице на безвозмездной основе. Депутат от Компартии Юрий Комогорцев твердо отстаивал свою позицию. Я категорически против, чтобы глава района был на непостоянной основе и являлся именно главой района. Оппоненты приводили свои доводы. Я считаю, та система, которую, в принципе, сейчас ее предлагают, она прежде всего направлена на то, чтобы нам экономить бюджетные денежные средства. Вот в этом законе я вижу, что глава района будет совмещать и представительные органы, и глава осуществлять представительские органы в районе. А кроме этого еще будет глава администрации, который будет вести всю хозяйственную и всякую деятельность в районе. Так я понимаю. После достаточно активного обсуждения решение большинством голосов было принято. Добавим, что по новым правилам формировать власть мы будем по окончании срока полномочия действующих органов местного самоуправления. Впрочем, не факт, что до того все еще снова не поменяется, как было уже не раз. У нас появляются два новых термина глава района, председатель думы и глава администрации. И непосредственно всю работу будет выстраивать глава администрации со всеми структурными подразделениями. Задача главы района это выполнение представительских функций, взаимодействие с общественными организациями. И самая главная задача это организация работы Дума Некрасного муниципального района. Погода в марте радует ярославцев солнышком и теплом и прогноз на ближайший месяц тоже выглядит очень по-весеннему. Это значит, у аграриев наступает горячая пора весеннего сева. Ну а пока еще в полях белеет снег, руководители сельхозпредприятий района собрались на совет АПК, чтобы подвести итоги прошлого сезона и скорректировать планы на будущее. можно сказать для наших селян сложился неплохо. То есть мы впервые за этот год практически надоели 4000 килограмм на корову. Урожайность по овощам и картофеля была свыше 200 центнеров с гектара. Ну в финансовом плане тоже у нас практически молоко и овощи это дали прибыль мы получили. Ну будем надеяться что и этот год сегодня все готовятся к проведению весенних полевых работ также сложится неплохо хотя сегодня все ресурсы для проведения полевых работ это удобрения это запасные части подорожали. То есть год будет непростой но будем надеяться что сложится неплохо и для этого будем прилагать все усилия. Несмотря на экономические и финансовые трудности Некрасовские сельхозпредприятия планируют увеличить посевные площади и зерновых и овощей и льна техника по словам аграриев готова на 85% тревожит низкое качество семян среди которых по итогам проверки семенной инспекции больше половины не кондиция участвовавший в работе совета заместитель директора департамента АПК Виктор Семакин рассказал о планируемых мерах господдержки и призвал аграриев изучать опыт соседей по региону в плане снижения затрат и повышения эффективности труда в сложных экономических условиях однако попытки снизить затраты иногда оборачиваются для хозяйств еще большими потерями лично я пострадала совсем недавно или вошел со мной вместе а мы что делаем зависимо от того что у нас мало денег да мы ищем где-то дешевле лучше но дешевле есть такая компания сети Юг может быть будете обращать внимание жмых я заключила с ними договор они выставили мне счет привезем мы поделились с Явашовым потому что фуры 35 тонн много брать значит сделайте предоплату небольшую я пригнала 210 тысяч предоплаты и компания пропала и компания пропала сегодня вот цикловое заявление я уверен 150% что компания просто не найдется общий итог совета несмотря на старые проблемы и новые трудности руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств активно готовятся к началу посевной до нынешних времен водоросли дожили лишь те кто научился держать удар и держать марку в разные времена и дай бог нашим аграриям хорошей погоды и высоких урожаев от их успехов напрямую зависит вес нашей потребительской корзины в условиях кризиса наступающая весна станет индикатором перемен для сельхозпредприятия Коммунар новый руководитель принес в хозяйство новые инвестиции и изменил настроение коллектива другие возможности другие перспективы другие амбиции все это увидели и почувствовали мы сами побывав недавно в Никольском вообще только родился только завезли его сюда новый главный зоотехник Коммунара Сергей Матюшкин показывает нам ясли для наборожденных телят по мере роста малышей переводят в более старшие группы рогатого детского сада вообще планируем холодный метод выращивания на улице чтобы родился теленок три дня находился в помещении а потом уже убирать его на улицу и зимой и летом во всех помещениях телятника тепло и чисто как и в самом родильном отделении специалисты первейшей задачи считают сохранение поголовья новорожденного молодняка я здесь местная здесь ранилась а сейчас интереснее сейчас первым да интереснее а чем интереснее ну стали кормить мы скотину и видим отдачу от нашего скота они давно могли бы нам давать эту продуктивность но мы их как следует не кормить как положено много лет прожившие на кризисном полуголодном пайке коммунаровские буренки изменения рациона восприняли с энтузиазмом и за полгода увеличили надои в полтора раза до 12 литров на фуражную корову однако по мнению руководства это лишь первый шаг к ожидаемым и вполне достижимым результатам именно для этого на комплексе оборудуется свой цех по производству комбикормов в планах для телят для высокопродуктивных коров для запуска для всех вообще присутствие солидных инвестиций в коммунаре чувствуется на каждом шагу на сегодняшний день комплекс уже перестал быть убыточным зарплату мы себе зарабатываем да и на корма зарабатываем на все пока сами зарабатываем к осени руководство хозяйства планирует увеличить поголовье дойного стада с 500 до 750 голов и это лишь одно из нескольких приоритетных направлений развития коммунара на ближайший год крестным отцом новой экономической политики в хозяйстве стал его нынешний руководитель и инвестор московский бизнесмен выпускник Тимирязевской сельхозакадемии Ильдус Халиков если говорить про коммунар отдать должное прежним руководителям Малькову и Троценко Анатолию Ивановичу что за эти годы да предприятие не развивалось но они сумели сохранить это предприятие от развала сохранили скот у нас сегодня практически на 100% корма покупанные конечно это приводит к увеличению стоимости и себестоимости молока поэтому задача конечно в этом году выйти на собственные корма сейчас мы говорим про коммунар увеличить посевные площади многолетних трав однолетних трав и увеличить клин зерновой ну и так как мы говорим про стеневодство если урожайности составляли 12-14 центнеров с гектара зерновых ну это просто неописуемо низкая низкая урожайность в планах выйти по этому году ну минимум 35 центнеров с гектара поскольку семья Халиковых вкладывает средства также в развитие сельхозпредприятия Слобода и Левашовский цех по переработке молока инвесторы планируют создать агрохолдинг который позволит решать проблемы производства и переработки сельхозпродукции более эффективно так как коммунар на текущий момент независимое хозяйство и все те хозяйства они тоже в структуре и Слобода и молочный цех это все отдельные юрлицы за ближайшие 3 месяца мы стоит задача сформулировать и сформировать все эти предприятия в холдинговую структуру которая будет управлять всеми этими хозяйствами инвестировать безусловно в каждое хозяйство и в любом случае конечно любое хозяйство должно быть самоокупаемо другого быть не может новый формат жизни предприятия оценили не только животные но и люди местные жители готовы возвращаться работать в родное село к нам идет огромное количество желающих устроить только животноуческомплекс и механизаторов достаточно создали свою строительную бригаду народ тянется что мы почувствовали с кадрами у нас сложности не будет и самым позитивным очень много идет молодежи продолжаем наш выпуск проезд грузового транспорта по единственному в Некрасовском мосту через Солоницу будет ограничен в чем причина такого непопулярного решения местной власти узнаем из нашего следующего репортажа 15 лет назад когда верхняя часть моста была капитально отремонтирована температурный шов между плитами был идеально ровный теперь он расходится и вот такой небольшой зазор между перилами может говорить о том что в ближайшем будущем у нас возникнут большие проблемы дело в том что мост построен в 50-е годы столетия из капитальных ремонтов был всего лишь один в 2000 году ремонт капитальный охватывал только верхнее полотно моста и вот последний буквально наверное год стало вызывать опасения вот как раз нижняя конструкция моста эти бетонные в средний пролет длиной около 10 метров он лежит на таких своеобразных бетонных сооружениях в свободном положении температурные швы и так далее и вот как раз нижней части видно отсюда вот та бетонная составляющая которая есть 60 лет которая значит последнее время стала крошиться рушится бетон оголяться арматура мы пригласили специалистов которых не так много у нас по всей стране для того чтобы провести экспертизу хотя это процесс не скорый и денежный еще раз повторяю поэтому вынуждены были принять сейчас постановление об ограничении грузового движения по мосту не более 8 тонн понятно что вызовет огромное значит там может быть неудобство для жителей граждан юридических лиц расположенных по боям частям реки нашей для того чтобы как раз не произошло каких-то чрезвычайных ситуаций ну и конечно же для сохранности самого моста в этом году мы постараемся и план у нас есть начнем проектирование дороги Харина-Некрасовская с проектной организацией мы уже связали здесь связи есть обследование провели этой дороги и этим годом будем делать реконструкцию вернее проект реконструкции с тем чтобы в последующие года войти в федеральную региональную программу получить средства и сделать нормальную хорошую вот эту объездную дорогу через Харина ну а насколько оперативно власть будет решать подобные общественно значимые проблемы на местах призвано проконтролировать общественная палата на этой неделе в администрации района прошло первое организационное заседание общественной палаты второго созыва в его работе принял участие председатель Ярославской областной общественной палаты Александр Грибов поскольку общественная палата первого созыва не оставила в памяти народной сколько-нибудь заметного следа активистам общественникам получившим корочки членов палаты номер два предстоит зарабатывать коллективный авторитет практически с нуля наша задача выходить на результат безусловно необходимо будет очень много времени проводить в кропотливой работе по изучению каких-то решений по присутствию на всевозможных собраниях мне уже Николай Владимирович показал что вы изъявили желание присутствовать и на думе районной и соответственно заседаниях которые проводит непосредственно сам глава со своей администрацией все это нужно потому что вам нужно быть в повестке дня палата призванная следить чтобы власть не обходила своим вниманием и большие и маленькие проблемы общественной жизни отнюдь не указующий перст это партнер который должен вести конструктивный диалог с руководством района почему мы должны выходить в взаимодействие почему не можем быть как палата оторваны от органов местного самоуправления потому что у нас нет ресурса у нас нет ни финансового ресурса ни властного ресурса и поэтому мы должны прийти и получить ту поддержку для решения важной социальной проблемы которая нам действительно необходима поэтому грамотное взаимодействие с самого начала это залог успеха и залог решения социальных проблем повышению роли общественных палат в жизни регионов способствовали и недавние изменения в законодательстве для того чтобы появились действительно изменения для того чтобы общественная палата являлась каким-то рычагом для улучшения жизни в прошлом году 2014 21 июля был издан федеральный закон 212 о роли общественных палат и им делегируется полномочия как органам общественного контроля то есть ну в первую очередь мы стали теперь законодательно органами общественного контроля и соответственно полномочия у нас расширились появились какие-то новые инструменты появились новые инструменты воздействия и я думаю что учитывая то что состав общественной палаты муниципального района практически полностью был обновлен теперь все зависит только от нас законодательство для работы общественной палаты новое уже есть удастся ли новому составу палаты сработать более эффективно покажет время ну и сразу вопрос на засыпку как в нашем поселке организовать сбор и утилизацию вредных бытовых отходов специалисты например не рекомендуют выбрасывать перегоревшие энергосберегающие лампочки в обычные мусорные контейнеры но куда же тогда их девать юридическим лицам проще о них готова позаботиться областная целевая программа департамента охраны окружающей среды но и тут как выясняется не все так гладко отправить в утиль старые списанные компьютеры принтеры и другую оргтехнику отслужившую своем в Некрасовском можно раз в году когда в поселок приезжает машина фирмы втор синтез с которой департамент заключил контракт на утилизацию муниципальные бюджетные организации извещаются об этом событии заранее в этот раз запланировано собрать в Некрасовском около двух с половиной тонн офисного лома который потом будет отсортирован и пойдет на переработку мы прекрасно понимаем о том что полиэтилен пластмасса это та вещь которая у нас не прорабатывает сотни лет то есть она не внимательно никуда не надевается плюсом допустим в бесперебойниках в точках питания есть аккумуляторы которые нужно тоже обязательно утилизировать дабы не повреждать окружающую среду сдавать выгоды никакой нет да мы принимаем это дело бесплатно но понятно что если вы обычное физическое лицо да у вас есть дома телевизор вы его пойдете конечно же выкиньте да на ближайшую так сказать свалку мусорку да но того делать нельзя надо бороться за экологию сами понимаете у нас страна и так вся грязная один раз в году производится и вывоз из поселка перегоревших ртуть содержащих ламп но координирующий эту работу эколог может оповестить по телефону опять-таки лишь юридические лица я обзванив опять же всем и говорю и сообщаю это все централизовано что-то такого-то числа состоится сдача централизованной ртуть содержащих отходов кто есть желающие они приходят и сдают у кого нет желающих так они не приходят нас подают заявки вот на такой список а в итоге приходят организации минимум если уж крупные организации не слишком озадачиваются правильной утилизацией вредных отходов что говорить про обывателей в Переславском районе проблемы все-таки пытаются решать централизованно круглогодичный сбор вредных отходов там организован на базе местного комитета по экологии они тоже извещают жильцов своего района и уже жильцы если не могут в данный момент прийти в данное число они приходят просто заранее и сдают в отдел экологии и там у них есть специальный склад где они там все сдают то есть это в Переславском районе мы продолжим тему чистого поселка и района в следующих выпусках хотя беречь окружающую среду задача не столько коллективная сколько индивидуальная о личной активности и личной ответственности за все что происходит на нашей малой родине пойдет речь и в следующем сюжете на этой неделе в Некрасовском состоялась презентация книжной серии библиотека ярославской семьи из 30 книг научно-популярного издания о родном крае и его людях вышло в свет уже 14 представить проект который стал уже популярным у ярославцев приехали руководители рыбинского издательства медиарост и представители областной общественной палаты на презентацию библиотеки ярославской семьи которая проходила в районном доме культуры организаторы приглашали всех желающих здесь можно было познакомиться с книгами подержать их в руках и даже приобрести по ценам издателя по 250 рублей за том в каждом таком томе содержится уникальная информация о ярославском крае его истории географии традициях знаменитых земляках на страницах библиотеки можно найти много интересных сведений и о нашем районе в проекте приняли участие более 200 человек известные ученые художники дизайнеры сотрудники музеев архивов и библиотек обсуждение книжной серии для семейного чтения переросло в дискуссию о патриотическом воспитании молодого поколения россиян и роли современного искусства в этом важнейшем деле вы депутаты вы общественная палата вы в нашей Ярославской области можете навести какой-то порядок в том чтобы оградить нашу молодежь вот этих пацанов этих детей от влияния запада по крайней мере на нашем уровне на нашем региональном уровне мы стараемся решать абсолютно правильно все от и до и в каждом районе есть люди кто говорит именно то же самое я считаю что хватит говорить нужно что-то делать поэтому вот эти идеологии например нашего проекта мы сделали 22 тома мы вообще 3 года их делали по собственной инициативе просто вот несколько человек делали их и ничего нормального я не считаю что это какой-то это я думаю нормальная модель поведения потому что всем все прекрасно известно значит с одной стороны а с другой стороны там ни царь ни бог ни герой там как у нас в этой гимне белость там никого нам испавления не принесет самое простое сказать что вот американцы проклятые да а самое сложное это наверное навести порядок на своей улице там или сделать какое-то небольшое мероприятие вся в классе это сложнее это меньше видно меньше слышно но я думаю что единственный вариант единственный путь реальный познакомиться с готовыми томами серии можно также в Некрасовской районной библиотеке для популяризации издания газета районной будни готовит краеведческую викторину призами в которой станут книги библиотеки ярославской семьи это все новости на сегодня спасибо что были с нами над программой работали Татьяна Гурьева Александр Епишин Татьяна Репина Андрей Фомичев и Анатолий Молев будьте здоровы и берегите друг друга увидимся Лето каникулы дачам волей обстоятельств профессорская внучка становится повелительницей нечистой силы большое искушение и безграничные возможности бойтесь исполнения своих желаний смотрите на сцене районного дома культуры спектакль Левашовского народного театра Лёлька яйцова по-черкзаклял